Утренний фреш Как всегда, для начала коротко о погоде на территории Гомельской области. Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. Температура воздуха днем прогреется до 24 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 3 метров в секунду. Начнем выпуск с некоторых актуальных выставок, которые гомельчане еще могут посетить, пока не закончился август. В Музее истории печати и фотографии Гомельщины еще открыта выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор-фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции этой страны. Торопитесь погрузиться в атмосферу современной Молдовы. В картинной галерее Гавриила Ващенко продолжается выставка фотографий «Два мира, две страны». Они были сделаны в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор снимков Станислав Янчарский много путешествует. И результаты своих поездок фотограф представляет на выставках Беларуси и за ее пределами. Через объектив от аппарата автор рассказывает свою историю о людях и событиях. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно подсчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. Смотрите сегодня в нашем эфире программу «Добрый вечер, Гомель». Не пропустите разговор с интересными гостями в студии. Тема передачи – кибербуллинг или негатив и травля в интернете. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Это хорошая возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. Жители городка Ольтен в Швейцарии стали свидетелями необычного явления. В течение нескольких дней в городе выпадал шоколадный снег. Как рассказали местные жители, они стали замечать на своих автомобилях необычный налет коричневого цвета. Это казалось странным, но позже выяснилось – с неба сыпалось какао. Оказывается, на местной фабрике по производству шоколада возникли неполадки системы фильтрации вентиляции. Поэтому все в округе приобрело слегка коричневый цвет. Это явление не представляло опасности. Да и представители завода обещали, что все вымазанные в какао-авто предприятие очистит за свой счет. Этими кадрами поделился житель Объединенных Арабских Эмиратов. Кого-то невозможно восхитят, а у кого-то вызовут смешанные чувства. Компания друзей отдыхала на яхте, когда к ним подплыли огромные китовые акулы. Многие бы ограничились тем, что просто сняли бы рыб на видео. Но этот мужчина решил пойти дальше. Видимо, точно знает, что эти гиганты питаются планктоном и не опасны для человека. Так вот, вместо того, чтобы просто погладить, смельчак выждал момент и оседлал огромную акулу. Интересно, что чувствовали его друзья, которые записывали это на видео. Многих владельцев домашних животных интересует вопрос, любят ли их питомцы так же, как любят их они. Есть мнение, что кошкам и собакам нравится человек, который живет с ним под одной крышей. Ученые решили проверить это путем исследования. В нем при линии участия владельцы этих самых популярных домашних животных. Специалисты наблюдали за гормональными изменениями, которые происходят в организме животных при виде своих хозяев. И выяснилось, что настоящие друзья – это собаки. При встрече с хозяевами уровень гормона счастья у них поднимается более чем на 50%, а у кошек этот результат был всего 12%. Такую реакцию ученые объясняют характером животных. Если собаке нравится быть членом команды, то кошки предпочитают уединение. Ученые считают, что универсального способа борьбы с одиночеством нет. На появление такого состояния влияет и здоровье, и занятость, и возраст человека. На эту тему провели исследование, участниками которого стали более 26 тысяч человек. Причем основная часть состояла из добровольцев пожилого возраста. Среди всех участников исследования на одиночество пожаловалась почти половина испутуемых. И чаще всего об одиночестве говорили пожилые участники эксперимента. По словам ученых, молодежь чаще связывает одиночество со счетом друзей. А для людей постарше одиночество – это недостаток или отсутствие заботы со стороны родственников. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Екатерина Плотникова расскажет об определении далее в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с государственной поддержкой. Данный вопрос очень часто возникает, когда супруги желают разделить совместно нажитое имущество, приобретенное в браке. Как правило, недвижимое имущество, которым является жилое помещение, подлежит разделу между супругами в равных долях. Это общее правило, которое закреплено Кодексом о браке и семье. Зачастую, приобретая жилое помещение, супруги вперед брака оформляют льготный кредит, либо зачастую выдается льготному кредиту также еще и безвозмездная субсидия на возведение строительства жилого помещения. В данной ситуации сохраняется также общее правило равенства долей между супругами, и в случае раздела такого жилого помещения доли супругов будут признаваться равными, если речь идет просто о приобретении жилого помещения с привлечением льготного кредита. Иное правило, иной порядок может действовать в том случае, если на приобретение жилого помещения также была выделена безвозмездная субсидия. В данной ситуации во внимание необходимо принимать также весь состав семьи, на которых была начислена данная безвозмездная субсидия. Нормы постановления Пленума Верховного Суда говорят нам о том, что для того, чтобы определить долю в праве собственности на жилое помещение, которое было приобретено с привлечением безвозмездной субсидии, необходимо принимать внимание всех членов семьи, с учетом которых была начислена данная субсидия, которые имеют право также обратиться для определения их доли в данном жилом помещении. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать долю в жилом помещении, на которую была выделена безвозмездная субсидия, нужно знать фактическую стоимость строительства жилого помещения, размер льготного кредита, размер собственных средств, которые были вложены в строительство, либо приобретение жилого помещения, а также непосредственно сам размер безвозмездной субсидии. Как провести остаток лета с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немалодельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Егор, мне 21. Я занимаюсь квестами в реальности в городе Гомель. Квест — это игра, в которой смысл заключается в том, чтобы вас и вашу команду запирать в определенные локации с определенным сюжетом и задачей, которые вы должны выполнить за определенное количество времени. Время это ограничено. Формат такой игры необычный, он постоянно дарит кучу эмоций. Основную аудиторию называть очень трудно, потому что это могут быть как и дети от 7 лет, так и взрослые, старше 60. В основном, конечно, чаще всего ходят дети, школьники, студенты. Квест в реальности абсолютно безопасный вид развлечения, потому что там все тщательно, всегда продумывается, постоянный контроль над игроками по видеонаблюдению, звуковое сопровождение. Поэтому это абсолютно безопасно. Поиграв в квест, можно отпраздновать таким образом свой день рождения. Это можно подарить близкому, это можно подарить другу. Как всегда, новый день с вами встречали утренний фреш. Я, Влада Васильева, желаю вам улыбок окружающих вас людей и только хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!